Бурятия заняла второе место среди регионов, оказавших наибольшую поддержку бизнесу во время пандемии. Исследование провело Национальное рейтинговое агентство. В числе лидеров также Москва, Крым, Пермский край и Чукотка. Каждый из этих регионов внедрил и стандартные меры поддержки, льготы по налогам и аренде и дополнительные инструменты. И все же в Бурятии остаются предприятия, которые до сих пор не открылись. О своих проблемах они рассказали главе республики в онлайн формате. Вот мы парк аттракционов в 43-м квартале. Мы работаем в основном три месяца в году. Руководство нашей компании решило в этом году в акции не открывать. И на сегодняшний день у нас стоит проблема, как нам дожить до апреля месяца следующего года. Там аттракционы, они стоят на улице и нам необходимо обеспечить охрану. Охрана у нас такая самая бюджетная по городу, у нас 45 тысяч. И мы посчитали до апреля месяца, чтобы нам продержаться, нужно на охрану нам 45 тысяч. И у нас все услуги по электроэнергии. По электроэнергии и прочим, ну это к тем же коммунальным протяжам относится. Сейчас по ним отдельное решение примем. Просьба дать расчеты, поскольку при стоящем парке какие расходы вынесете. Предприниматели сферы дополнительного образования попросили смягчить ограничительные меры. По доп. образованию мы уже проговорили, что выносим на 23 число, то есть там у нас будут решения по негрупповым занятиям. Что такое групповые занятия, соответственно, тоже определимся. Алексей Циденов поручил Минэку и Минпромторгу продлить сроки микрозайма, который предоставляет Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и сделать предложение по снижению ставки рефинансирования. Напомню, сегодня в республике не работают общепиты, расположенные внутри торговых центров, кинотеатры, организации дополнительного образования, плавательные бассейны. Ограничено проведение конференций, выставок и развлекательных мероприятий. Продолжение следует...